По приблизительным оценкам, примерно 70% россиян постоянно находятся в состоянии стресса, а треть всего населения в состоянии сильного стресса. Но некоторые живут и даже не думают о том, что они находятся в некой негативной атмосфере. Давайте узнаем, по каким признакам можно понять, что пора принимать какие-то меры по выходу из этой ситуации. Колебания веса. В стрессовых ситуациях довольно сложно управлять своим весом. Даже здоровое питание и физические упражнения не гарантируют вам идеальную фигуру. Виной всему – кортизол. Если вы переживаете травматическую ситуацию, ваш организм увеличивает производство этого гормона. Кортизол стабилизирует жиры и углеводы, поддерживает уровень сахара в крови. Если кортизола вырабатывается слишком много, вы больше едите и производите меньше тестостерона. Это означает, что организм сжигает меньше калорий, и вы набираете вес. Частые простуды. Все тот же кортизол виновен и в частых простудах. При переизбытке этого гормона иммунная система становится очень чувствительной, поэтому человек чаще болеет. Проблемы с кожей. Стресс напрямую связан с проблемной кожей. Ученые доказали, что чем больше человек стрессует, тем больше он подвержен акне, псориазу и другим кожным заболеваниям. Негатив. Вот что приносит стресс, когда входит в чью-то жизнь. Именно негатив не дает сосредоточиться на повседневных задачах. Для того, чтобы не мешать проблеме с делами, четко их разграничивайте. Например, дайте себе время, чтобы отбросить семейные проблемы перед трудовым днем, а рабочий негатив пусть остается на работе. Выпадение волос. Исследования показывают, что хронический стресс может привести к выпадению волос. Это связано с тем, что стресс заставляет корни волос переходить в состояние покоя. Однако не пытайтесь делать преждевременные выводы. Выпадение волос может передаваться по наследству или быть симптомом заболевания. Проблемы со сном. Один из самых четких признаков того, что ваше тело находится в состоянии стресса. Именно он может вызвать бессонницу. Таблетки – это временное решение проблемы, но правильнее будет избавиться от стресса навсегда. Внимание! Если понимаете, что вы не в силах избавиться от затяжного стресса самостоятельно, обратитесь к специалисту.